приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы смотрите мы вам показывали что мы собрали уже вот самые маленькие томатики я собрала для того чтобы их закрыть это фэнда и мэй шуаи они у меня получились такие мягкие сочные нежные рассыпчатые для закатки супер твердые не люблю в закатке вот поэтому вот они у меня эти помидорчики я уже их помыла что мне еще надо для того чтобы закрывать очень вкусные особые помидорчики петрушку уже помыла сами помидоры помыла далее мне нужен лук морковь сладкий перчик это все домашнее и вот этот очень хороший ингредиент если можно так сказать ягоды компонент вот этой консервации красная смородина в этом году так получилось что она мелкая вот эта жара и она не показала себя во всей красе но для консервации супер я раньше делала сразу сыпала в банку и получалась у меня проблема то есть я теряла часть сока потому что выливаю кипяток я покажу вам дальше что будет происходить дальше но сейчас я буду по-другому и покажу в процессе самой работы что помытые томаты у меня здесь в банке снова же количество лука достаточно одной луковицы на одну банку вот потом мы съедаем несколько кусочков перчика вот смотрите я их укладываю так вот вот так чтобы оно все в разные стороны попадало морковочки тоже немного вот здесь ровненько следующий слой я выкладывать буду снова томатами вот сейчас будет красиво выкладывать и эти томатики помытые красиво а пахнет как все уже просто пахнет зимой вернее я люблю очень картошку любую картошечку и картошки вот эти помидоры открываем у нас уходит и помидоры уходят и рассол очень быстро все одновременно потому что он очень очень вкусный получается вот так вот еще видите чем хорошо вот эти маленькие томатики первые я всегда их использую чтобы закрывать банку и чтобы их побольше вмещалась потом берешь на ложку только раз и все съел вот теперь я хочу положить сюда еще петрушечку вот нам еще нужны будут кроме этих ингредиентов нам еще нужно будет обязательно лавровый лист черный перчик но мы будем варить рассол и соль и сладкий перец и я уже позже покажу на каждую банку и внизу будет написано под видео и полный рецепт сейчас просто хочу вам показать сам принцип вот можно укладывать снова же по-разному каждый себе укладывает так как он желает кто-то слоями кто-то кстати режет какие-то томатики если они твердые вот нам нравятся вот такие томаты сейчас я попытаюсь их все уложить чтобы они у меня уместились вот так вот не сильно спешу закладывать и закрывать смотрите вот какая красота у нас получилось да здесь и лучок и здесь есть у нас и петрушечка вот я петрушечки еще доложу почему потому что именно петрушка для томатов она дает очень вкус такой хороший ну и для красоты еще положим сюда вот так вот чуть-чуть лучка и морковочки вот все эту банку мы сложили видите какая красота получается сейчас я все банки вот так наполню все томаты отправлю банки а далее мы будем показывать что мы будем делать и что мы будем готовить я уже мерку знаю что у меня в банке полтора литра будет здесь маленькие томатики полтора литра рассола будет поэтому я три с половиной литра в эту кастрюлю уже залила проверила действительно у меня столько и теперь закипел у нас просто кипи закипела вода и я заливаю так и не с этой стороны она так заливаю видно было александр говорит подвинься но как подвинуться кстати у меня тут и кипит вода и закипели уже крышки вот они у меня тоже кипяченые так и набираем вот так каждую баночку сейчас одно сделаю чтобы видели в общем принцип такой у меня получается поставлю у меня тут чуть-чуть налью наше местное поставлю вот это положить поставлю у меня получается надо будет полтора литра но у меня же еще смородина есть так крышечка готова накрыла и отправляю сейчас все налью баночки и естественно накрою и буду еще у меня 6 банок получилось 3 литровых и еще на те банки пока я те банки налью эти буду выливать и буду уже варить сироп но пока у меня в банках кипяточек находится я сразу же хочу сделать рассол чтобы недолго находился кипяток в томатах и не забирал очень ценные вкусные витаминки хочу сделать еще один раз акцент по количеству воды у меня в кастрюле получилось четыре с половиной литра то есть полтора литра на три это четыре с половиной я просто оговорилась ну а теперь я наливаю чуть меньше чем в четыре с половиной я наливаю 4 литра почему потому что смотрите у меня есть смородина вот я думаю я делю ее сейчас наполовину вот эту смородину вот половина пойдет на те три три литра но это будет изумительный конечно вкус мы уже делали но смотрите о как раз получится еще чуть-чуть так все достаточно далее сразу же сюда так листик у меня тут я кстати собирала с этими с веточками тоже очень вкусный аромат получается на одну банку лавровый листик больше не надо у меня здесь так много различных ароматов на банку идет столовая ложка соли сверху раз два три вот так вот и теперь сахар но сахара я ставлю больше ставлю 3 ложки потому что смородинка кислая она получилась что она не созревала а просто-напросто запеклась и она кислая поэтому ставлю на банку одна банка 3 столовые ложки вот сверху сахара ой такое получается как будто бы с кустика только собираешь летом пахнет в банке так 4 5 6 7 8 так 3 на 3 9 9 вот теперь у меня здесь практически почти что все сейчас еще только достану черный перчик тоже нужен перчик обязательно вот люблю я это сочетание тоже вот произвольное количество вот перчик на три банки и теперь довожу до кипения вот смотрите что происходит когда я вот этот вниз ложила вот эту смородинку под помидорчики сбоку засыпала получалось что у меня пока 15 минут вот помидоры стоят с кипятком вот этот сок выделялся и я выбрасывала потому что я первую воду выбрасываю вот а вторая вот это уже будет на второй раз я закрываю и получается что я теряю вот это витаминчики вот эту вкуснятину вот этот аромат цвет тем более розовые помидоры с красной смородиной это вообще супер поэтому я ее собрала помыла несколько раз чистенькие часть оставила вот с этими веточками они тоже очень дают хороший такой вкус очень хороший получается вот где-то у меня тут веточка даже длинная получилась надо ее вытянуть вот вот ну а теперь ждем чтобы закипела так у меня смородинка закипела то есть вот этот рассол который будет помидор смотрите какой красивый розовый под стать розовым томатиком так пока он чуть-чуть кипит я начинаю сливать с банок вот тот кипяток с водой просто это я выбрасываю вот таким образом сейчас одну банку покажу чтобы не занимать время надо обязательно выливать всю всю воду горячие не делайте так как я делаю потому что горячие так сюда на одну банку нужно положить 3 ложки уксуса несмотря на то что у нас смородинка кислая все равно я уксусом фиксирую вот этот маринад раз два 3 3 ложки уксуса обязательно так и теперь набираю вот вместе со смородиной сейчас хочу показать да вот она пока мы говорили смотрите какой цвет изумительный сейчас увидите как в банке это все заиграет ой как красиво ой а зимой а запах какой от смородины необыкновенный запах вот так вот вообще аромат очень такой хороший потому что здесь все варится и лаврушка варится и черный перчик вот так вот ну и теперь эта крышечка у нас которая была и остается закрыть я все покажу 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 потому что дальше пойдет процесс подготовки так меньше огонь сейчас сделаем ой ну просто посмотрите какая красота люблю вот именно такой цвет томаты со смородины и это что-то невероятное вот каждый год понемножку вот так закрываем что-то мне не сильно нравится еще раз пройдусь бывают крышки такие вот какие-то или банка вот отлично все получилось а теперь очень важный момент это очень важно берем здесь у нас уксус внутри и вот это перемешиваем вот так ну и идем к месту где будет храниться вот эта баночка обязательно нужно эти банки вот таким образом их укрывать и укутывать но я держу где-то трое суток вот вместо меня здесь есть такое посмотрите здесь внизу теплая куртка там полотенце и вот это все укрывается вот тут все банки сейчас буду укрывать потом вот теплым вот этим одеялом вот это все будет укрываться вот так мы закрыли будем закрывать сейчас все шесть банок томатов и потом они будут укутаны и мы сегодня с вами приготовили на зиму очень вкусные томатики помидорчики с красной смородиной это очень вкусно это маринованные томатики очень полезные витамин c со смородиной цвет и аромат сейчас на кухне великолепный и после того когда мы уже в банке все 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 сложили и закрыли и укутали все замечательно пахнет вся кухня пахнет и я все время с этим запахом себе представляю зимой очень хороший такой ужин красивый за нашим столом семейные семья с собой в сборе жарко из картошечки и вот эти помидоры ну что ж раиса горяченко александр волик подготовили на зиму уже первые трехлитровые банки томатов маринованные томаты и они с добавлением красной смородины прощаемся с вами да это томаты особые это томаты розовые с красной смородиной это необычные будут томаты очень вкусные прощаемся с вами приятного вам аппетита вкусных заготовок заготавливайте все что у вас есть все что выросло и все отправляйте банки сушите морозьте все это приходит пригодится очень зимой прощаемся с вами до новых встреч на нашем канале